МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Четыре номинации для творчества. В Нижнем Тагиле стартовал прием заявок на всероссийский фестиваль. Конкурс «Возьмемся за руки, друзья». Проложили все коммуникации, полностью закончили черновую отделку и уже приступили к чистовой. С ходом капитального ремонта 23-й школы Новые ознакомился глава города Владислав Пинаев. Какие работы еще предстоят строителям в репортаже Юлии Полевой? В 23-й школе Новые ремонтные работы идут по графику. В этом убедился глава города Владислав Пинаев. Сегодня он посетил стройплощадку. Здесь уже заменили окна, проложили внутренние и наружные коммуникации, полностью завершили черновую отделку и приступили к чистовой. Сложности возникли только со старыми перекрытиями. Изначально в проекте не было предусмотрено эти технические решения по таким перекрытиям. В процессе работ, когда мы начали вскрывать, мы увидели, что перекрытия рыхлые, арматуры практически в них нет. Мы приняли решение полностью поменять конструкцию и залить новые перекрытия. Для рельсовых балок 19 века, которыми при строительстве здания в 1939 году укрепили дверные проемы, строители нашли интересное решение. Мы пока держим в секрете то, что касается этих балок. То есть мы изъяли сейчас часть этих конструкций, они проходят обработку и потом в дизайне мы обыграем, и будет просто сюрприз за школу. Изменится школьный спортзал. Помещение увеличили в высоту, для этого выкопали полтора метра грунта. В нём появятся игровые площадки для баскетбола и волейбола. На пришкольной территории построят стадион. К работам приступят весной. Мы ограничимся ровно той площадкой, которая была за школой. Это стометровая полоса. По всякому случаю, некими элементами лёгкой атлетики можно будет заниматься. То есть не совсем сказать, что у школы не будет своего стадиона. То есть будет, опять же, маленький, но ещё раз повторюсь, это действительно связано с ограниченным земельным участком, который сегодня по всему контуру полностью застроен. Также в школе после перепланировки помещений появится новый актовый зал, современные раздевалки и санузлы. Надо закончить её 1 сентября, чтобы ребята могли пойти уже в новое обновлённое здание. Порадоваться и родителей, и учительский состав. Вот то, что сегодня получилось. Поэтому работы ещё много предстоит, но, тем не менее, подрядчик понятный, подрядчик, который у нас работал уже не на одной школе. Поэтому не сомневаюсь, что сроки, которые поставлены, предусмотрены муниципальным контрактом, будут выполнены. Капитальный ремонт 23-й школы проходит в рамках национального проекта образования. Глава города Владислав Пинаев провёл рабочую встречу с начальником управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгением Рябининым. С участием руководителей структурных подразделений, городской администрации, учреждений культуры обсуждались проблемы применения законодательства в данной сфере. В частности, рассмотрены вопросы прохождения историко-культурной экспертизы при подготовке научно-проектной документации капитального ремонта и реставрации комплекса зданий музея-заповедника Горнозаводского Урал по Ленина-1. Подобные возникают и при проведении капитального ремонта дорог и благоустройства территории. Уделено внимание ситуации с сохранением, выявлением и исключением из перечня объектов культурного наследия в целом. Отмечено отношение к историческим памятникам, в которых в Нижнем Тагиле немало должно быть особым. Совместные усилия позволят успешно решать текущие перспективные задачи. В результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге Нижний Тагил, Нижняя Салда, погиб человек. Двое несовершеннолетних получили травмы. Авария произошла сегодня около 8 часов утра на 14-м километре трассы. Управлявшая автомобилем Mitsubishi Outlander, 33-летняя женщина, выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с автобусом ПАЗ. От полученных травм она скончалась на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Вместе с детьми, 7-летней девочкой и 11-летним мальчиком, мать направлялась в школу. Дочь перевозилась в удерживающем устройстве. Сын был пристегнут ремнем безопасности. Оба госпитализированы. В служебном автобусе находились водитель и 25 пассажиров. Никто из них не пострадал. Проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина случившегося. Факт незаконного хранения немаркированной алкогольной и табачной продукции выявили тагильские полицейские совместно с коллегами из ФСБ и ОМОН Росгвардии. При осмотре складского помещения, где индивидуальным предпринимателям осуществляется реализация оптом и в розницу продуктов питания, обнаружены коробки с нелегальным спиртным и сигаретами. Аналогичный товар находился в двух грозовых фургонах, припаркованных около склада. Изъято 3300 бутылок водки, 3500 бутылок коньяка различных наименований, почти 55000 пузырьков косметического средства, в состав которого входит спирт крепостью 75%. А также 30 тысяч пачек табачной продукции. Обязательные акцизные марки на них отсутствовали. Общая стоимость составляет более 2 миллионов рублей. Установлена причастность к совершенному преступлению 50-летнего жителя Нижнего Тагила, который признал факт приобретения, перевозки и хранения с целью сбыта немаркированной продукции. Возбуждено уголовное дело. В Нижнем Тагиле полиции разыскивается 40-летний Алексей Бузовкин. За помощью в установлении местонахождения мужчины обратился его отец. Пропавший зарегистрирован на Малой Кушве по адресу Тургенева, 60. Злоупотребляет спиртными напитками, часто меняет место проживания и телефонные номера. Последний раз родные общались с ним в ноябре 2020 года. В декабре Алексея Бузовкина видели у дома по улице Карла Маркса, 30. С тех пор на связь он не выходил. Приметы. Рост 180 сантиметров. Лицо овальное, волосы короткие, предпочитает спортивный стиль одежды. Особые приметы. На левом плече татуировка в виде тигра, на голени в виде свечи. С информацией о местонахождении разыскиваемое необходимо обращаться по телефону 97-6402 или на линию 02. Сегодня день Татьян или проще день студента. Именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. И Татьянин день стал официальным университетским днем. О том, как праздник отметили в Тагильском педагогическом институте, смотрите далее. Будут своих ученых воспитывать. Довольно посылать наших толковых молодых людей учиться за границу, во всякие там Гельденберге, Додербте. Чем наша Москва хуже? У нас талантов не счесть. Дело за малым. Открыть университет. 276 лет назад, 25 января, государыня Елизавета Петровна одобрила просьбу Ивана Шувалова и подписала указ об открытии Московского университета. Дату прошения фаворит императрицы выбрал неспроста – именины матери Татьяны. И вот спустя века в этот день по-прежнему поздравляют и студентов, и Татьян. Правда, пока одни Татьяны на интермедии в пединституте пьют традиционное угощение безалкогольную медовуху и позируют для фото с Елизаветой Шуваловым, другие Татьяны ведут лекции. Тема называется у нас как? Хронометрирование на уроке физической культуры. Что такое хронометрирование? Скажите мне, пожалуйста. Но хоть Татьяна Николаевна Куимова стоит у доски, а сидящие в аудитории внимают лектору, студентам Таня быть не перестала. Сейчас она заканчивает магистратуру на факультете психолого-педагогического образования. В конце февраля защищает диссертацию на тему «Психолого-педагогические условия профессиональной ориентации спортсменов». Дальше в планах аспирантура. Говорит, что о преподавательской деятельности и не думала, когда поступала на факультет безопасности жизнедеятельности. С детства занималась лыжными гонками. Тренер был и преподавателем физкультуры в школе. И, глядя на него, тоже хотела заниматься с детьми. В принципе, все осуществилось. Я же не только преподаю дисциплины, лекционы, но и физическую культуру я тоже преподаю у студентов. Поэтому я тоже как бы как учитель физической культуры. Молодая преподавательница рассказывает, что с Татьяниным днем как с Новым годом. Раньше волшебство этого праздника ощущалось ярче. И добавляет, что ее самый счастливый день в студенчестве совпал с 25 января. Самый крутой день – это когда ты сдаешь первую свою сессию. И как раз сессия заканчивается в последний день. То есть 25-го был экзамен по физике. Прямо вообще сложный экзамен. И мы прямо все старались к нему. Я не знаю, там себе пятак под пятку, там клала, там туда-сюда. Но я сдала. Причем сдавала, наверное, последняя. Сидела прямо долго, прямо время смотрела, чтобы спеть на электричку. Я сдала. Как-то даже так странно, он так хорошо отнесся. Видимо, повезло. Видимо, все-таки Татьяне день, скидку сделали. Сама Татьяна Николаевна и рада бы сделать тезкам подарки к празднику. Да экзамены в этот день у нее не выпадают. Но и спортивные и творческие рвения студентов всегда поощряет. Поощряет их и институт. И ежегодно здесь выявляют лучших в конкурсе студент НТГСПИ. В пяти номинациях. Общественник года, интеллект года, творческая личность года, спортсмен года и первокурсник года. Начинают его в Международный день студента 17 ноября. А итоги подводят накануне Дня российского студенчества. А еще в конкурсе можно получить гран-при и звание лучшего студента. За него боролись 40 человек. Если мы возьмем студентов года 2-3 назад, они были больше активные, творческие. Им нравилось все попробовать, все, что есть. Но так как была пандемия, и они очень много времени провели в дистанте, сейчас они вышли еще более голодными, если так можно выразиться, по активностям. То есть им хочется участвовать, но и мы даем им для этого возможность. Студентам-победителям подарки и прибавка к стипендии. А звание лучшей студентки института в этом году получила третикурсница социально-гуманитарного факультета Мария Гринь. В Нижнем Тагиле уже в восьмой раз пройдет Всероссийский фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки друзья», посвященный творчеству Булата Акуджавы. В этом году конкурсантов будут оценивать в четырех номинациях. Исполнитель песен Булата Акуджавы, исполнитель песен и стихи Булата Акуджавы на музыку собственного сочинения, художественное слово, стихи, проза, литературные и музыкальные композиции по произведениям Булата Акуджавы и женская тема в репертуаре Булата Акуджавы. Прием заявок уже идет. Положение конкурса размещено на сайтах и в библиотеке в первую очередь. Прием заявок уже начался. И уже есть один зарегистрированный, желающий выступить на нашем фестивале. Это житель Ростова, Ростовской области. Будет первый тур проходить с 1 марта по 30 апреля. Второй тур будет проходить в Нижнем Тагиле. 13-14 мая традиционно, как обычно. Пока никаких изменений нет. Нет, будет проходить прослушивание на территории ключиков, а и концерт в драматическом театре. Авторы-исполнители, солисты, участники вокальных ансамблей, любительских театров, исполнители художественного слова. Участником фестиваля может стать любой желающий старше 18 лет. Для этого нужно заполнить анкету на сайте конкурса и прислать свою видеозаявку. В 2021 году Муниципальный центр развития туризма продолжил работу по информационному обслуживанию гостей города. Его продвижению на внутреннем и внешнем туристических рынках. Формированию положительного имиджа Нижнего Тагила. Отчет о деятельности прозвучал на заседании профильной постоянной комиссии Нижнетагильской городской думы. По итогам 2021 года Центр развития туризма получил второе место в номинации «Лучший муниципальный туризм информационный центр как организатор туристических событий». В финале национальной премии в области событийного туризма «Рашнер-НТО». Проведено более 700 консультаций по бесплатной горячей линии на интернет-сайтах и выездных информационных стендах. Организовано 73 экскурсии, в том числе 4 в онлайн-формате. 35 состоялись на безвозмездной основе с участием социальных учреждений. Центр развития туризма проводил фестивали, конкурсы, акции. Велось сотрудничество с государственными, муниципальными и общественными частными организациями. В качестве субсидий на реализацию проектов удалось привлечь 344 миллиона рублей. Работа в данном направлении будет продолжена. Горнолыжный комплекс «Гора Белая» вошел в десятку лучших курортов для катания на сноуборде. Таковы данные опроса, проведенные аналитическим агентством «Турстат» среди 50 тысяч посетителей своего сайта. Центр под Нижним Тагейлом разделил 9 и 10 места, набрав 3% голосов. Победителем стал сочинский курорт «Роза Хутор». Сегодня на «Горе Белая» 5 трасс общей протяженностью около 50 километров. По планам развития кластера к 2028 году здесь их должно быть создано 30, а всего туристических объектов – 200. Это позволит привлекать более 1 миллиона посетителей. «Гора Белая» входила в рейтинг «Турстатой» в прошлом году. Сразу после выпуска новостей смотрите программу «Факты в лицах». Гость в студии – директор Центральной городской библиотеки Наталья Якимова. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова